Тема нашего сегодняшнего урока Соединение резисторов Все радиоэлектронные устройства состоят из большого числа радиоэлементов Соединенных между собой различными сложными, то есть смешанными способами Однако почти все сложные соединения Можно свести их к двум видам соединения элементов Последовательному и параллельному Рассмотрим разновидности соединений резисторов Первый способ соединения резисторов Это последовательное соединение Которое показано на рисунке При последовательном соединении резисторов Общее сопротивление R-общее Равно сумме сопротивлений всех резисторов Мы можем записать R общее равно R1 плюс R2 плюс Rn и в общем так далее. Сколько будет резисторов, столько мы будем чисел и складывать. Рассмотрим пример. R1 равно 2 кОм, R2 равно 4 кОм. И подставляем эти числа в формулу. И R общее у нас будет равно R1 плюс R2 и равно 2 кОм плюс 4 кОм и равно 6 кОм. Сила тока на любом участке цепи последовательно соединенных резисторов одинакова. Различный порядок последовательного соединения резисторов не влияет на силу тока в цепи. А вот падение напряжения на сопротивлениях будет разное. В пропорциональной зависимости от величины сопротивления. И чем сопротивление больше, тем больше падение напряжения на нем. Сумма падений напряжений на каждом резисторе равна напряжению, подаваемому на эти резисторы. Рассчитаем ток и падение напряжения на двух последовательно соединенных резисторах. R1 равный 2 кОм и R2 равный 8 кОм, на которые подается напряжение 20 вольт. Сначала мы находим общий ток в цепи. Ток равен напряжение, деленное на R общее. R общее мы находим как R1 плюс R2. И у нас получается 2 кОм плюс 8 кОм, получается 10 кОм. Поэтому подставляем в R общее 10 кОм и пишем 20 деленное на 2000 плюс 8000 равно 20 деленное на 10000 и равно 0,002 ампера, что равно 2 миллиампера. Мы здесь кОм превратили в Омы. 2 кОм это 2000 Ом, 8 кОм это 8000 Ом. После этого определяем падение напряжения. Сначала на первом резисторе. U1 равно ток умножить на R1 и равно 0,002 ампера умножить на 2000 Ом, получаем 4 вольта. Потом находим падение напряжения на R2. U2 равно ток умножить на R2 и равно 0,002 ампера умножить на 8000 Ом и получаем 16 вольт. Ну и в сумме U1 плюс U2 равно 4 вольта плюс 16 вольт, получаем 20 вольт. Мы получили те 20 вольт, которые у нас заданы в условиях задачи. Из этого следует, что последовательное соединение резисторов применяется для получения разных напряжений при одинаковом токе в цепи. При последовательном соединении одинаковых резисторов их мощности и значения суммируются. У нас, допустим, дано два резистора 5 кОм 1 ватт и 5 кОм 1 ватт. Их общее сопротивление равно 10 кОм и общая мощность 2 ватта. Точно так же складываются номиналы резисторов и их мощности, если номиналы одинаковые, а мощность резисторов разная. Вот на рисунке дано 3 резистора 1 кОм 1 ватт, 1 кОм 2 ватта и 1 кОм 3 ватта. В сумме это будет 3 кОм и 6 ватт. Это может пригодиться, когда нет резистора большой мощности. Его можно собрать из сопротивлений меньшей мощности. Но если сопротивления разные, тогда мощность рассчитывается на каждом резисторе по формуле. P равно напряжение, умноженное на ток, или ток в квадрате, умноженное на сопротивление, или напряжение в квадрате, деленное на сопротивление. Так как при последовательном соединении резисторов ток одинаков на всех резисторах, то на резисторах с большим значением сопротивления будет выделяться большая мощность. А сейчас рассмотрим параллельное соединение резисторов. На рисунке у нас два параллельно соединенных резистора R1 и R2. При параллельном соединении резисторов общее сопротивление R общее рассчитывается по формуле. R общее равно R1 умножить на R2 и деленное на R1 плюс R2. Рассмотрим пример. R1 равно 4 кОм, R2 равно 6 кОм. R общее у нас будет равно 4 умножаем на 6 и делим на 4 плюс 6. И получается у нас в результате 2,4 кОм. Отсюда видно, что общее сопротивление будет меньше самого малого значения сопротивления из всех резисторов в нашей схеме. При равенстве номиналов резисторов величина сопротивления одного резистора делится на количество резисторов, соединенных параллельно. Пример. R1 равно 2 кОм, R2 равно также 2 кОм. R общее у нас будет равно 2 кОм, делим на 2 и получаем 1 кОм. Проверим наше решение. Подставив формулу R общее, равно R1 умножить на R2 и поделить на R1 плюс R2 эти значения, получаем тот же результат 1 кОм. И сколько бы у нас не было параллельно соединенных резисторов с одинаковым номиналом, мы номинал любого из этих резисторов будем делить на количество этих резисторов. Если у нас, допустим, 10 резисторов по 10 кОм соединены параллельно, то мы 10 кОм делим на 10 и получаем 1 кОм. Общий ток при параллельном соединении резисторов по закону Киргофа разбивается на цепи с сопротивлениями. Ток общий равен I1 плюс I2 плюс I3 плюс In равно U, деленное на R1 плюс U, деленное на R2 плюс U, деленное на R3 и так далее. Так как падение напряжения U на резисторах одно и то же, то получается, что ток, протекающий через отдельные сопротивления, обратно пропорционален их значениям. Это мы видим из рисунка. R1 меньше R2 в 9 раз, а ток, протекающий через R1 в 9 раз больше, чем ток, протекающий через резистор R2. По первому закону Киргофа ток общий равен I1 плюс I2 равен 45 мА плюс 5 мА, получаем 50 мА. При параллельном соединении одинаковых по значению и мощности резисторов, их мощности суммируются. А при соединении разных по номиналу резисторов, на резисторе с наименьшим сопротивлением выделяется наибольшая мощность. В заключение рассмотрим смешанное соединение резисторов. На рисунке у нас R1 последовательно соединен двумя параллельно соединенными резисторами R2 и R3. Смешанное соединение резисторов представляет комбинацию параллельного и последовательного соединения резисторов. Расчет общего сопротивления при смешанном соединении делают такой последовательности. Сначала определяют общее сопротивление параллельно соединенных резисторов, а потом находят общее сопротивление смешанного соединения, как сумму сопротивлений последовательно соединенных резисторов. В нашем примере это выглядит так. R1 равен 1 кОм, R2 равен 4 кОм, R3 равен 6 кОм. По формуле параллельного соединения R общее равно R1 умножить на R2 и поделить на R1 плюс R2 находим параллельное соединение резисторов R2 и R3. R общее 1 равно 4 умножим на 6 и поделим на 4 плюс 6. В итоге получим 2,4 кОм. Теперь у нас получилось два последовательно соединенных резистора, R1 и R общее 1. Подставив формулу R общее равно R1 плюс R общее 1, их значение получаем R общее равно 1 кОм плюс 2,4 кОм и получим 3,4 кОм. Запомните. 1. При последовательном соединении ток, протекающий через отдельные сопротивления, один и тот же. 3. При последовательном соединении падение напряжений пропорционально отдельным сопротивлением, то есть на наибольшем сопротивлении образуется наибольшее падение напряжения. 4. При параллельном соединении общее сопротивление меньше наименьшего из сопротивлений. 5. При параллельном соединении на отдельных сопротивлениях действует одно и то же напряжение. 6. При параллельном соединении токи обратно пропорциональны отдельным сопротивлениям, то есть по наименьшему сопротивлению протекает наибольший ток. 6. При параллельном соединении ток.